приветствую вас дорогие друзья напишите пожалуйста как меня видно как слышно меня зовут суходов алексей я являюсь членом правления skyway capital и сегодня мы проведем для них для вас вебинар вся команда skyway capital очень много новостей на самом деле друзья то есть вебинар готовьтесь будет такой жаркий и я думаю что у нас вообще вот следующие месяцы недели вообще вот день наверное считается у нас skyway как за месяц неделя соответственно как за полгода месяц как за год год как за 10 лет потому что новостей действительно происходит у нас колоссальное количество и сейчас я могу сказать что параллельно действительно работа ведется это видно невооруженным взглядом и видно не только нам но и нашим конкурентам в различных точках земного шара я бы сказал даже более в различных на различных континентах то есть все вы прекрасно знаете что сейчас виктор бабурин находится в азиатской части то есть в южной азии сергей антольевич сибиряков с франтишком соларом отправились 14 августа 15 августа в страны латинской америки и мы не называли что за страна латинской америки на самом деле так вот тут в чате пишет williams you will have english translation during evening version of webinar you will have it in record да у нас друзья это интернациональная аудитория и соответственно многие сейчас у нас интересуются английскими версиями я напоминаю что традиционно всегда в 9 часов по москве будет происходить перевод на английский язык на чешский словацкий венгерский уже сейчас это происходит также мы будем подключить французский эстонский и я думаю испанский немецкий и итальянский по итальянски у нас был но сейчас немножко прекратилось так ну коллеги тогда перейдем к самому главному в какую же страну приехал сергей антольевич и почему мы об этом говорим именно постфактум потому что мы не можем говорить об этом в реальном времени как знаете транслировать либо перископ либо все-таки выдавать именно постфактум видео то есть может что-то подкорректировать и самое главное мы можем быть уверены что на встречах с первыми лицами государств не будут никаких либо незапланированных мероприятий каких-либо именно провокаций наших конкурентов наших противников наших не побоюсь этого слова врагов и да они у нас есть и в качестве прошлом не добросовестных недоброжелательных партнеров как команда виктора узлова которые нам активно мешает поэтому мы не могли говорить в какую конкретно страну была совершена поездка но сейчас я могу сказать что это был уругвай почему уругвай потому что это небольшое государство дорогие друзья и это вообще страна фактически четыре с половиной миллиона людей численностью то есть примерно полтора миллиона людей про проживает монтавидео и монтавидео с отраз как раз сергей анатольевич с франтишком соларом отправились для того чтобы встретиться уже на организованные нашими партнерами встречи то есть это очень мощная институционная команда с европы они соответственно имеют контакты с латиноамериканскими институционными фондами институционными группами то есть это очень серьезные команды я могу сказать что такие же примерно мы имеем и в азии сейчас мы имеем и в латинской америке могу сказать официально что франтишек как и сергей антольевич сибиряков они как колумбы открыли для skyway латинскую америку потому что постоянно от латинской америке все страны чего-то хотят это знаете могу сравнить как понятие дорогой жены или брак по расчету то есть постоянно и европейская часть и сша и другие как бы крупные институционные группы и отдельные крупные инвесторы постоянно что-то хотели взамен от вот этих вот весьма небогатых государств и действительно как бы сергей антольевич рассказывал что многие люди там за чертой бедности находятся и несмотря на это более 40 процентов леса всего сосредоточено на территориях латинской америки и примерно также более 40 процентов всех мировых запасов углеводородов также сосредоточены на территории стран латинской америки вы все знаете что анды простирается то есть этот огромное такое такое препятствие именно для перевозки товаров грузов именно как и морские пути то есть многие страны латинской америки фактически обрезаны обрезаны от именно мирового транспортного оборота логистики соответственно огромное ограничение накладывается на экономике этих стран и skyway тут пришли соответственно презентовали как обычно проект презентовали могу сказать сначала ассистенту министра транспорта потом была встреча непосредственно с виктором росси то есть вот вы видите здесь ассистент министра транспорта виктор росси естественно как и человек такого уровня то есть министр транспорта не то что не позволил он попросил не фотографировать его пока не будет конкретно подписан меморандум о сотрудничестве и я могу сказать это поездка была как отработка и логистики перемещения потому что все таки нужно было понять на какого города лучше лететь чтобы соответственно потом посещать самом ближайшем будущем друзья все страны латинской америки и как первое зондирование именно зондирование почвы а вообще интересен ли skyway для стран латинской америки интерес был огромнейший просто колоссальный друзья и они не могли поверить что действительно инженерная инновационная компания именно со схемами возможного привлечения финансирования с помощью крауд инвестинга и с помощью привлечения инвестиционных групп может не требуя ничего взамен только давайте делать проекты сотрудничать начать на таком уровне и та стратегия которая была представлена именно министерством транспорта и ту стратегию которую услышал сергей антолич мы можем сказать что это лишь малая доля того что мы представляем для них мы уже представили и это комплексная стратегия вообще освоение стран латинской америки комплексное именно инфраструктурное транспортное освоение как антолий эдуардович ввел такое понятие транспортная инфраструктурная альтернатива то есть это такое законченное решение для стран латинской америки как драйвер их экономики экономики их страны мы ничего не требуем замен не лес это только перевозка леса и вырубку и так далее это все будет танка контролировать они сами никаких то энергетических ресурсов никаких энергетических запасов опять же мы как именно транспортная услуга будем осуществлять для них может быть как оператор являться при перемещении углеводородов углеводородов через созданные нами транспортные инфраструктурные решения мы не просим каких-либо земель и мы ни в коем случае не собираемся совершить какую-то оранжевую революцию но не будем пальцем указывать какие страны это желают сделать и то что вообще 40 процентов мировых запасов леса находится то есть там джунгли это действительно зеленые легкие планеты но что я могу сказать и ранее я на этом останавливался думаю что мы поднимем уже странно латинской америки будем так серьезно анализировать и чтобы было представление чтобы каждый из вас мог вести переговоры на том уровне на котором именно школа skyway дает эти знания именно во главе с нашим главным учителем профессором и инженером юницким в первую очередь антолий эдуардович предпочитает чтобы его называли просто инженером не гением не каким-то допустим инноватором а просто инженер и инженер это действительно звучит гордо и то что каждый активист сейчас у нас пробивает действительно адресные проекты то есть вы помните что в грузию съездили другие члены правления уже не хватает на все рук у представителей головной компании виктор должен был по идее ехать в эту командировку страны латинской америки но он сказал я чисто физическим я не могу клонироваться по крайней мере пока и я не могу присутствовать одновременно на разных континентах поэтому фронтишек и сергей анатольевич отправились в это действительно такое путешествие от которого не невозможно было понять чего ожидать и фактически только более 16 часов в воздухе это только из парижа соответственно в монте видео и это колоссальный именно путь был пройден для того чтобы презентовать skyway уже на подготовленной почве начале ассистенту министра транспорта дали уже министра транспорта виктор россии что примечательно друзья сейчас такие времена там именно в уругвай для министра транспорта что он как вечный такой министр транспорта что не скажешь допустим о том министре транспорта словацкой республики с которым мы встречались то есть предыдущий срок был другой министр транспорта а перед этим срок был то есть перед предыдущим министром транспорта это как раз таки снова виктор росси то есть он отдохнул один срок а сейчас снова и более того не то что с полными силами а с комплексной стратегии вообще освоение уругвая с помощью инновационной транспортной инфраструктуры получил возможность и действительно как бы очень конструктивные переговоры прошли эти переговоры прошли именно перед комплексной такой презентации где были было очень много представителей членов правительства бить и там на заднем плане уругвай написано то есть это действительно такая была очень серьезная встреча очень серьезные мероприятия там не только уругвай был но и другие страны латинской америки франтиши как обычно дал парочку интервью я больше чем уверен что где-то на телевидении стран латинской америки это все появится может быть это у нас на ресурсах появится если сможем отследить результат был как обычно достигнут даже не стопроцентная на 250 процентный потому что я вам скажу какую представляет ценность вообще наши проекты и только начало для взаимодействия с крупнейшими инициационными группами вот вы здесь видите на фотографии сейчас минуточку молодой человек это руководителя одного из крупнейших инициационных фондов то есть это адреса и это наш партнер сейчас коллега в каком-то плане уже хороший знакомый другом пока его не будем называть но я могу сказать с чего началось взаимодействие и в чем ценность участия нашем проекте вы все прекрасно помните наверное такая вот лимитированная серия и таких значков всего для сегодняшней боясь 500 по всему миру выпущена вот пожалуйста вот так вот выглядит значок транснет то есть если видно это еще предыдущие значки мне сергей анатольевич как-то на первой конференции еще подарил когда только начинал свой путь в skyway и я сейчас это действительно храню значок так вот адрес обменял два значка на лимитированные серии это эксклюзивные действительно часы майкл корс он попросил и так скажем сторговался чтобы получить эти значки как аванс именно сотрудничество он их будет непосредственно уже показывать своим партнером что он уже так скажем в тусовке skyway высшей тусовки skyway у него даже значок транснет и представьте что обычные казалось бы значки были обменены на эксклюзивные часы майкл корс и мы с гордостью сможем ответить если будут расследования там и так далее какие-то привязывания на эти как увеличивают часы смотрят какая же там фирма сколько же эти часы стоит ну я больше чем уверен что эти часы стоят дорого и фирма там майкл корс и мы с гордостью можем сказать что наши инвестиционные партнеры с радостью поменялись значки на вот эти часы как именно начало сотрудничества какие проекты если говорить планируется непосредственно в странах латинской америки я не побоюсь этого слова вы помните такой грандиозный проект кольцевая дорога вокруг австралии так вот будет обсуждаться комплексная стратегия именно связки всех фактически стран то есть если говорить каких стран это перу боливия это естественно это уругвай это парагвай это аргентина это бразилия естественно и будет именно такая комплексная высокоскоростная грузовая трасса конкретные проекты я не буду сейчас освещать но вы все понимаете что это лес это углеводороды ну и вообще начнем с того что в принципе один контейнер на сегодняшний день и опять же в прошлых вебинарах я это упоминал именно по странам латинской америки тоже касается и страны африки до африки у нас пока от ноги не дошли но чувствую скоро и до африки доберемся для развития транснет и один контейнер странах латинской америки именно как когда он прибывает в порт какой-либо он едет до именно середины континента но примерно три-четыре дня то есть больше 50 или 10 суток то есть это действительно колоссальные трудозатраты это колоссальные простое это колоссальное замедление экономики тех стран и с помощью технологии транснет этого можно будет достигнуть соответственно за три-четыре часа поверху то есть на втором уровне в примерно 10-15 раз дешевле как вы думаете какой ответ был у институционных групп вот у того же адреса на вопрос сотрудничества и естественно как только будут подписаны меморандумы о сотрудничестве уже сформированы конкретные проекты на бумаге пост фактум опять же это все будет показано и вот у нас уже есть такие местные алла аль шаир то есть вы помните алла это наш арабский на такой локомотив и алла арабский ледокол который пробивает все стены какие-то бюрократические сейчас непосредственно в странах арабского мира сформирована управляющая компания алла там как когда-то род хук сейчас максимально все подготавливают для запуска проектов и род хук также продолжает работать просто стоит отметить что австралия как и европа достаточно более серьезно зарегулированы чем на сегодняшний день азия и вот у нас такой алла я могу точно признать и запомните этого парня позитивного веселого интеллектуального пробивного действительно продажника и менеджера от бога именно который сейчас в нашей команды этот адрес который напоминают на значки поменялся эксклюзивными часами и никто тут не брал никакие подарки там и так далее то есть это разумный обмен обмен согласованы адресом и он только инициатор этого процесса это если наши недоброжелатели вдруг будут что-то там пытаться копать а какие же часы у сергея анатольевича и у франтишика майкл корс на какие же деньги друзья официально заявляем за значки за первые значки транснет которые уже невозможно нигде купить и это действительно история это какая-то так скажем реликвия уже антиквариат skyway может сказать и как выясняется уже имеет определенную ценность вот такой вот еще раз покажу значок то есть я этот значок действительно храню специальной коробочке это для меня очень ценно и очень важно если говорить про дальнейшие планы друзья то в сентябре октябре примерно уже команда франтишика сергея анатольевича может быть мне придется ехать то есть как по графику друзья потому что ну реально мы не можем быть одновременно в одних и тех же местах уже приходится разделяться и что-то мне подсказывает уже самое ближайшее время скорее всего членов правления на конференциях можно будет встретить супер редко то есть действительно супер редко потому что мы должны формировать именно процессы и запускать не то что адресный проект это может делать только головная компания но именно предвещать к тому чтобы высшие представители власти министр транспорта президенты приезжали на экотехнопарк и заключали уже конкретные договора с головной компанией то есть этот процесс как выясняется мы можем выстраивать даже не то что несмотря на то что и мы всегда это будем повторять skyway капитал это не сотрудники головной компании это отдельная крауд инвестинговая площадка которая занимается привлечением инвестиций ну и такой первой стадии инициирования взаимодействия на странных на уровне высших властей и инициирование первичного адресного проекта но потом все передается в головную компанию я более чем уверен что сейчас представители власти уругвая обязательно будут готовиться уже приезду на экотехнопарк точно не могу сказать когда это произойдет но не исключает того момента что после следующей поездки именно где-то это будет сентябрь октябрь страны латинского латинской америки уже на подготовленной встрече то есть дресс будет готовить и наши европейские коллеги ну и собственно весь потенциал сети мы вас опять же друзья агитируем те кто будет смотреть вебинары те кто будет слушать пожалуйста как обычно ждем конструктивных предложений уже по странам латинской америки то есть пишите добавляйтесь ну мне наверное на skype сейчас не особо имеет смысл писать потому что 900 сообщений и как я прочитаю штук 500 снова 900 за время поездок накапливается поэтому пишите пожалуйста либо в facebook либо в контакте либо на почту почту регулярно читаем стараемся всем отвечать максимально быстро по латинской америке давайте действительно сформируем и поднимем все контакты которые имеются по латинской америки вот в таллине я общался с представителями структуры инеты анджана там очень серьезный бизнесмен сейчас чуть чуть попозже расскажу какой вот вообще рубеж и этап мы перешли после того как расскажу в каких странах помимо латинской америки сейчас мы развиваемся пишите ваши предложения по латинской америки у кого-то контакты вот я уже общался по аргентине есть будем собирать и со всеми с кем имеет смысл встретиться обязательно будем встречаться на той или иной бизнес поездки во вьетнам да вот нам тоже готовится встреча первичная встреча с представителями именно которые близки к власти была произведена еще в гостевом домике на эко-фестивале то есть анатолий эдуардович тоже выделил время и в принципе вот эта вот институционная группа которая также и краудинвестингом будет заниматься она приехала только для общения это было примерно не больше 10 минут общения с анатолий эдуардовичем они поехали чисто для этого ну естественно посмотреть по как все было на эко-фестивале это тоже дорогого друзья стоит и страны латинской америки стоит признать что в некоторых случаях не не магомед должен идти горе а гора уже к магомеду то есть сам skyway приезжает страны латинской америки в азию тоже мы приехали сами первые но именно с подачи наших институционных партнеров тех кто организует процессы переговоров и приехали поняли как все происходят процессы сейчас готовимся уже в сентябре для посещения ну фактически наверно всех стран то есть меня задавали вопрос спрашивали про венесуэлу венесуэла скорее всего тоже будет потому что нужно вытаскивать эту страну из глубочайшего кризиса из действительно вот это вот серьезной депрессии ну и откройте страны латинской америки просто посмотрите этот весь континент то есть перу боливия аргентина бразилия уругвай парагвай венесуэла и все-все-все страны они будут посещены в той или иной мере представителями головной компании либо представителями skyway capital членами правления как как сложится карта уже как у кого время будет насколько достаточно но комплексная стратегия началась уже к выстраиванию в странах латинской америки полное одобрение полное понимание что мы зашли именно как не те кто желает что-то поиметь с этих стран с этих небогатых я бы сказал стран и мы зашли просто с желанием строить skyway спасать планету и давать дорогу в мир транснету и одновременно с этим давать дорогу в благосостояние в будущее для миллионов жителей этих небольших стран и на самом деле территория многих стран это как территория целой европы там и так далее есть и большие страны потенциал просто колоссайнейший потенциал просто огромнейший дорогие друзья и почему институционные группы соглашаются потому что ввозить по трассам лес углеводороды возить контейнеры преодолевать горы анды и соответственно делать это в десятки раз дешевле но какая институционная группа какая институционная команда откажется от столь лакомых кусочков естественно никакая дорогие друзья то есть это будут и сырье это будет а пассажиры это будет и товары различные это будет комплексная раскрутка маховика и новый драйвер экономики для стран латинской америки и это они поняли это они поняли на уровне виктора росси министра транспорта я думаю что ничего страшного что не встретился сергей анатольевич франтишек solar с президентом уругвая потому что министра транспорта который встречался именно в кулуарной беседе перед официальной презентации перед именно официальной встречей с представителями уже государства власти она достаточно абсолютно и это не просто выполнение плана это перевыполнение плана готовимся уже к следующей поездке осенью будем охватывать уже остальные страны латинской америки но всегда будем рассказывать только пасфактум дорогие друзья потому что у нас есть враги у нас есть конкуренты у нас есть недоброжелатели и я могу сказать что маркетинговая война и такая грязная черная работа их именно как черный пиар будет продолжаться и будет усиливаться но и мы тоже так скажем имеем зубки и будем показывать зубки и готовы принять эту битву но именно теми методами которые ведет всегда skyway то есть именно чисто именно открыто и справедливо и вот в литве допустим справедливость восторжествовала и сразу наши конкуренты запустили там новость что типа мы все-таки являемся пирамидой но друзья кто запустил эту новость все равно рано или поздно наши специальные службы органы уже непосредственно которые работают и над делами виктора узлова и его международной преступной группировкой те кто нам мешает если и когда это будет все обнародного и найдено сразу будет соответственно запуск процесса подготовки наказания потому что это неправильно и мы это будем полностью пресекать и дорогие друзья я могу сказать что действительно сейчас запускается такая серьезная эра транснет уже когда параллельно многие континенты начинают развиваться если говорить про виктора бабурина то виктор попросил ничего не рассказывать о чем мы с ним допустим общаемся отлично я да знаю некоторых адресных проектов и давайте ограничимся тем что и так хорошо это 300 400 проектов только по морскому направлению это и туристический потенциал это и не будем забывать что все таки как и Таиланд как и Вьетнам как и вообще вся Азия это страна сезона дождей и когда наступает сезон дождей то все размывает настолько что никакой транспорт невозможно использовать друзья соответственно здесь речь стоит в проектах не просто о какой-то окупаемости окупаемость там будет гипер то есть действительно колоссальная окупаемость но и о просто перемещении товаров грузов еды потому что именно вот пищевые запасы должны урожай должен перемещаться и там выделена целая государственная программа нету решения ни у кого skyway опять же пришли и дали решение и собственно опять же ни у кого ничего не просим просто пробиваем контакты просто рождаем проекты просто обсуждаем есть ли на них финансирование если на них финансирования нет то через следующий контакт уже Виктор Бабурин как вот именно такой кинг-конг венчурный мне очень нравится эта картинка и с Виктором мы смеемся что действительно вот в целые мегаполисы где о skyway абсолютно никто ничего не слышал когда приходят представители skyway квалифицированные компетентные начинается уже зарождение skyway в этом регионе так вот Виктор Бабурин во второй раз ездил в Джакарту встречались с сертификационными органами по местной сертификации то есть этот процесс в полной мере запущен идет с инвестиционным комитетом это вот по регистрации местной компании и вы видите вот замечательную хрупкую казалось бы но очень профессиональную очень компетентную как юрист кстати с Виктором они чем-то похожи даже со специализацией это наш партнер Madinos который я лично знаком и мы все познакомились с подачи именно индонезийской выставки это первая выставка которая именно как было зондирование почвы в азиатском пространстве непосредственно в Индонезии и сейчас я могу сказать что это один из главных партнеров который пробивает все контакты и Виктор уже как напролом бежит и действительно все организовывает все согласует везде договаривается я думаю что результат просто колоссальный и если говорить про адресные проекты то с инфраструктурой в Индонезии вообще очень бедно и те кто присутствовал когда-то побывал в этой стране так же как и в Индии просто разгулье адресных проектов и если говорить что их будут сотни это сказать абсолютно ничего но как сказал Виктор нужно заручиться партнерами из профильной индустрии то есть инфраструктурное строительство металла обрабатывающая именно производство добыча металла естественно с этими всеми компаниями ведется переговоры и Виктор складывает вот этот инфраструктурный пазл я думаю что Родхук у нас растет новый свой это Виктор Бабурин и мы также будем присоединяться участию в этих процессах огромные сложности преодолеваются и даже такие страны как Малайзия то есть Виктор не только в Индонезии был в Джакарте он и побывал в Малайзии это именно как зондирование тоже новой страны для Skyway встречались с представителями бизнес-сообщества на уровне наверное топ-менеджмента Газпрома это по вопросу применения Skyway уже в восточной Малайзии это грузовые и пассажирские перевозки друзья и в Малайзии огромный интерес более того говорят что также давайте все согласовывать на уровне правительства готовы если не полностью финансирование то часть финансирования готовы взять на себя это слова уже той инвестиционной команды то есть я могу сказать дорогие друзья что сейчас вообще то что было и стало это стратегия развития именно по адресным проектам мы тоже можем говорить то что ранее допустим строились проекты и до новейшей истории Transnet Skyway реализовывались проекты точнее именно предпроектные работы подготовка техническая документация по проектам в России по проектам в Австралии по проектам различные транспортные коридоры но друзья мир меняется геополитика меняется это как тектонические плиты которые постоянно двигаются и соответственно мы не должны быть именно как-то затронуты сейсмоопасностью вот этой всей геополитики то есть мы всегда над именно вот какими-то государственными проблемами передрягами конфликтами между странами мы все-таки инфраструктура и давайте помнить что мы транспортно-инфраструктурная альтернатива для тех стран мы не политика мы не экономика хотя огромный драйвер экономики и в какой-то мере естественно напрямую будет Skyway и проекты Skyway влиять но все-таки мы именно транспортно-инфраструктурная альтернатива то есть это то что именно предоставляется и в качестве транспортных услуг и в создании новой инфраструктуры то есть это единая энергетическая транспортная коммуникационная информационная я даже предполагаю социальная и финансовая сеть и кто захочет войти потом в эту сеть Transnet те заводы те корпорации те объединения те профсоюзы те кто могут помочь как-то развитию адресных проектов будут входить пока что вход для всех но уже начинается уже такой вот момент дисконтирования я бы назвал для тех кто присматривается именно среди крупных инвесторов именно среди каких-то финансовых групп именно среди каких-то заводов и я хотел бы показать на примере того что у нас произошло на замечательном событии 13 августа 2017 года у нас был юбилей замечательного человека действительно в какой-то мере он нас учит аппаратной государственной правительственной работы потому что бывший вице-мэр Таллина Владимир Маслов вот кстати видите картинку это рисовали не просто какие-то дети это рисовали те люди которые были в правительстве в партиях и которые знают Владимира Маслова как Володю то есть как друга как товарища как партнера но не всегда нас воспринимают друзья и помните об этом потому что есть такое понятие как нет пророка в своем отечестве именно как драйверов инфраструктурного проекта и как активистов Skyway и как действительно те кто закладывает зерно семя в своих городах странах и все таки влияет в том числе на будущую экономику этих городов и стран часто нас воспринимает что ну вот скажу по примеру себя то есть многие знают насколько много я разъезжаю там и так далее чем занимаюсь но все таки недоверие что это Леха что это наш друг наш товарищ и он там чем-то занимается ну наверное ему просто повезло и насколько поменялась парадигма у этих людей я могу сказать что на юбилее Владимира Маслова на квадратный метр как когда-то и говорил количество у нас экспертов зашкаливает допустим на чешских словацких ну и как могу точно признать на именно эстонской такой вот балтийской конференции международной много стран было то есть это Эстония это Финляндия это Латвия с Литвы наверное тоже были представители и полный зал 250 человек это и наши партнеры и те кто в первый раз присутствовали то есть естественно я не мог не сагитировать таксистов водителей уберов которые с которыми познакомился могу признать что в Таллине о Skyway знают и очень знают серьезно потому что я знакомился с официантами и так далее и многие в курсе но естественно кто-то не верит но после конференции заинтересовались очень серьезно именно друзья коллеги партнеры товарищи Владимира Маслова потому что там очень состоятельный круг очень влиятельный круг и Владимир даже сказал что вот после такого празднества после конференции после такой действительно синергии и там я в очередной раз почувствовал что мы действительно как Skyway Capital как члены правления просто мощнейшая ядерная я бы сказал команда и мы в хорошем смысле этого слова все сметем на своем пути для достижения цели для достижения цели и увеличения финансирования и потока и для достижения цели решения всех какие бы то ни было проблем для пути развития проекта Skyway мы естественно отвечаем как член управления за финансовую составляющую за привлечение именно инвестиции в струнный транспорт Юницкого и я могу сказать что сейчас даже вот сегодня Владимир Маслов сказал что он буквально даже на планерке не досидел на нашей руководительской и уехал договариваться с адресным проектом потому что даже вот события и даже вот когда посмотрели все на команду кто развивает все таки этот проект поняли что действительно Владимира Маслова стоит воспринимать не как Володю не как друга товарища как члена мощной команды и действительно одного из менеджеров мощного направления по развитию инновационной инфраструктурной транспортной технологии и в этом я мог бы призвать вас всех посмотрите на свое окружение посмотрите кто вокруг и просто используйте психологический прием эффект рикошета если вы не донесли информации попросите просто чтобы кто-то ваши спонсоры ваш стоящий спонсор донесли эту информацию но именно для тех людей которые вы считаете уже могут инвестировать потенциально вот 50 тысяч долларов вот 100 тысяч долларов и я могу сказать дорогие друзья что и этот рубеж мы пробили потому что если давайте вспомним ранее у нас были какие лимиты инвестиции то есть первая конференция для крупных инвесторов которая прошла в Минске еще и Республика Беларусь и это действительно история то есть это в 15-м году произошло тогда приехали наши крупные инвесторы Морозов и это знакомые друзья Сергея Анатольевича Сибирякова которого соответственно его знают как именно товарища партнера с кем можно сходить в баню и так далее и они инвестировали каждый по примерно 100 тысяч долларов потом у нас было определенное такое затишье то есть мы достигали 100 тысяч долларов но далее мы соответственно так друзья друзья я на чат не смотрю напишите пожалуйста у нас тролли есть сегодня в чате так тролли есть Андрей дай знать Андрей дай знать пожалуйста и тебе похоже права не дали либо Андрей у нас сегодня на работе ну хорошо друзья нет чат мы не отключаем Андрей у нас похоже сегодня отсутствует да я ватсапе тоже проверил но друзья те кто может модерировать чат также будем рады именно к нам присоединиться в модерирующую команду потому что вот видите когда Андрея нет всякие гады всякие тролли всякая нечисть грязь просачивается и пытается портить наш вебинар но друзья когда такие новости сложно испортить вебинар потому что сейчас вот только недавно мы могли сказать что рекордная инвестиция была 339 тысяч долларов и это один из приближенных именно к бывшим губернатором в российской федерации то есть естественно мы не раскрываем абсолютно имен и сейчас я могу сказать что мы приближаемся к победе этого рекорда и пока что я буду называть слово в дороге но на прошлой неделе я уже готовил и сверял реквизиты для перевода именно туда куда надо очень достаточно крупные суммы то есть если сравнивать с 30 30 39 тысячами долларов то это в разы большая сумма она будет поступать неоднократно это проработка лично как бы нашей сергей анатольевичем команды франтишика солара в первую очередь это проработка всей команды членов правления и сейчас я могу сказать что мы без пяти минут чтобы это свершилось то есть это опять же пробивание потолка именно крупных инвестиций друзья то есть и я могу сказать что именно порог и количество инвестиций оно повысилось на определенный процент сейчас мы не можем говорить что у нас средняя инвестиция меньше чем допустим она была полтора года назад она больше и она становится больше и у нас сейчас готовится инструменты чтобы еще больше и с других уже именно сообщества комьюнити ресурсов привлечь эти инвестиции уже и в конкретные адресные проекты и с раскачиванием так называемой цифровой экономики то есть готовится этот механизм что касаемо направления и блокчейн и криптовалют все это дорогие друзья в процессе так вот что было что стало раньше нам не верили раньше все считали что это такая инвестиция которая может попробовать но сейчас уже целые будущие директора инновационного завода который я думаю будет в полной мере работать именно на загрузку мощностей по производству skyway уже сделали свои первые шаги по сравнению с теми кто ожидает сейчас а когда же там будет сертифицировано что-то я могу сказать что процесс сертификации идет как и на белорусскую территорию так и на азиатскую территорию так и в странах латинской америки когда потребуется скажут нам что нужна сертификация мы естественно этот процесс весь запустим друзья и что я могу сказать что сейчас психологический барьер вот если раньше у нас инвестировали по 10 по 20 тысяч долларов 100 тысяч долларов то сейчас та инвестиция которая была в 10 тысяч долларов что-то мне подсказывает она будет примерно как сейчас 100 тысяч долларов то есть это станет абсолютно комфортной привычной инвестиции потому что мы пробили потолок и вот это вот логика было стало она действительно крупные постоянные инвестиции и это привет тем кто просит я вот общался с людьми после таллинской конференции которые имеют производственные базы кто-то именно вот такие мобильные предлагает создавать я говорю ребят это все замечательно все интересно но проявите интерес и вообще вот скажите своим действием именно вот как команда директоров и сам фронтишик сделали проинвестируйте помогите проекту и далее тогда я могу сказать что у вас будет приоритет потенциальный будущих тендерах потому что вы уже какой-то именно положительный эффект для skyway совершили и соответственно у вас будет больше шансов что ваш завод что ваша производственная площадка будет использоваться для нужд skyway и если говорить о том что будет дорогие друзья то есть я ровно в два часа вынужден буду прерваться потому что у меня следующие переговоры и я могу сказать что сейчас мы находимся в новое время когда наступает действительно в какой-то мере страшное да я буду пугать и мы будем пугать и мы сами боимся но очень важное время в эпоху в данную мы знаем какое на самом деле решение решение это единая транспортная инфраструктурная альтернатива и просто прочитайте эту статью уже в открытую говорят то есть я могу сказать что если ранее я мог говорить что это только инсайт и что об этом нам говорят такие вот приближенные определенным кругом за границей что это все дело грядет уже в открытую вести экономика посчитайте говорят в открытую об потенциальном будущем техническом дефолте и или каких-то крахах дефолта как был ипотечный в начале бум потом ипотечный ипотечный уже ну друзья прошу прощения конечно за чат но тролли у нас прямо орудуют и уже завершая я могу сказать что у нас есть решение для этих кризисов тролли у нас сегодня просто празднествует потому что чат не модерируется ну пускай хотя бы один вебинар они попразднествуют естественно все абсолютно понимают к чему это привлечет и вообще какая ответственность может за это быть то есть не дай бог друзья если вас по ip адресу наши программисты вычислят ох вам не поздоровится и наши конкуренты наши недоброжелатели слушали видимо наши вебинары когда мы говорили про ICO когда мы говорили про цифровые современные тренды я говорю про компанию узлова про компанию Ajax и скоро они видите ли запускают ICO мы будем внимательно наблюдать за этим процессом и что-то мне подсказывает дорогие друзья что произошла обкатка и возможно то фейковое ICO то скамерское ICO которое было запущено оно было запущено как именно прощупывание этой сферы для того чтобы и навредить и прощупать и попробовать ну посмотрим как будет запущено ICO компании Ajax мы будем с нетерпением за этим наблюдать но ответ у нас будет и ответ очень серьезный самое главное что ответ мы этот проработали уже заранее и это будет естественно на высшем уровне с мировыми стандартами как и все происходит в логике Skyway на этом дорогие друзья я вынужден откланяться то есть до скорых встреч на вечернем вебинаре еще раз прошу прощения за чат то есть я чисто физически не могу одновременно вещать и модерировать но это показывает что мы кому-то интересны нам нужно кому-то вредить а это значит что с каждым днем мы становимся все сильнее все мощнее и кому-то переходим определенную территорию потому что уже фактически к миллиону людей даже более миллиона людей приближается количество которые каждый день строит Skyway спасает планету и дают дорогу в мир транснет ну а тролли это те микроорганизмы которых мы переработаем и которые пойдут как в технологии юницкого в образование гумуса то есть именно уже экосистемы Skyway и экосистемы транснет до скорых встреч друзья прошу прощения за чат не обращайте внимание нас не любят и нас многие многие не желают видеть на своем поле инфраструктурных проектов и так далее потому что мы сильны до скорых встреч друзья субтитры и субтитры и субтитры субтитры субтитры